добрый вечер приветствую вас всех мои друзья на нашем вечернем эфире всех на фейсбуке и на инстаграме мне очень приятно что нам так получается регулярно общаться сегодня тема головы то есть было там у кого болит голова и у кого болная голова и вы знаете мы так пришли такому выводу что если человек он признает что он болеет головой он значит что ему что-то с ней нужно делать и на самом деле мне жалко людей которые думают что они здоровы да и у нас все наши материальные проблемы наш образ жизни все что нам не нравится все это связано с тем что наша голова неправильно работает мы неправильные решения принимаем во вред себе мы не умеем общаться с людьми дружно или так общаемся слишком дружно что они потом нас используют мы уступчивы мы поддаемся обману сочувствую а кто-то потом использует это мы потом говорим что это вампири нужно убегать но знаете человек здоровый он в первом контакте с таким человеком он увидеть что это кто-то нас пытается развести кто-то пытается манипулировать нами и он даже с первого раза не попадет в такую ловушку а есть люди которые прожили с таким вампиром манипулятором алкоголиком который вот так ведет себя как вампир многие годы и потом этот человек скажем это женщина жена этого человека она вроде больно вот страдает и может советоваться узнавать что и девочка и все равно трудно она все равно продолжаете мужик верить что он хороший уже исправиться может он не алкоголик может и у него проблем столько она его оправдывает и помогает ему продолжать чтобы у него развивать это болезнь смертельная болезнь так и понимать мы понимаем что получается все наши страдания того чтобы она я голова если мы хотим сегодня улучшить нашу жизнь нужны лекарства если мы все болеем головой я хочу узнать никого обидне не обижать но просто если мы в состоянии сирионе относиться к тому что мы умственно болеем если мы умеем над этим шучить это очень правильно когда люди серьезно это все воспринимают они бы обижаются они тогда значит наверное не слушает меня они давно наверное выключились пошли смотреть что-то более интересного с их точки зрения нам очень важно чтобы мы умели смеяться над самим собой не прятать своих ошибок своих слабостей не играть умного перед другими боимся что вот на нас подумают что наверное дураками я чего-то не знаю я чего-то умею я какой-то нехороший хуже чем другие это наши личные проблемы и вот этот способ мышления делает нас на самом деле дураками мы не учимся мы прячем то кем мы являемся мы себя оправдываем мы внушаем себе что у нас все в порядке я здорово войска оборончиваем меня нет я не пойду к психиатру никогда к психологу сама иди ты больная а я нет вот так говорят такие обиженные мужчины иногда когда жена ему говорит дорогой папаша мы тебе так любит и такой классный ну ты же не видишь что ты бухаешь каждый день что тебе контрола над этим нет пора что-то делать браться за ум но я обещаю больше так не будет я же могу когда захочу могу можешь ты бросить остановиться но ты все равно к этому возвращаешься так и иначе знаете не не то чтобы мы занимались другими людьми даже жена в такой ситуации она должна над собой работать если она не умеет ему помочь не умеет правильным образом помочь дело не в словах которые она говорит а в поступках она ему способствует чтобы он это делал своими неправильными действиями и так происходит девяносто девять наверное процентов если они уже сошлись вместе и продолжили жить а у него проблема с алкоголизмом начинается намного намного раньше такого человека больная голова этот манипулятор он не справляется своим эмоциональным трудностям где-то начинается этот путь и развивается 15 лет у женщины этот путь когда они не так часто являются как алкоголичками зависимость попадают но если она уже попадает то она у нее все это несколько лет занимает 3 2 года 5 лет очень быстро женщины достигают своего дна иногда это женщина который скажем все это случилось не просто в молодости она жива семья все нормально а потом стала на стресса выпивать в возрасте 40 лет через три года с ней уже почти ничего не остается очень опасно играть вот с алкоголем это наркоты как только люди попадают в зависимость очень опасно лечить свои эмоциональные трудности каким-то образом я хочу оба многого вера все равно к этой проблеме возвращаясь потому что это больная тема многие из нас этим страдают даже если вы сами не употребляете то это делают ваши родные и близкие мы не знаем как им помочь очень редко мне вчера написала женщина прямым текстом я страдаю зависимость от округа помогите мне у меня слезы на глазах когда я такое читаю это очень редко случается такому человеку очень трудно я уверена такое сделать это огромный шаг чтобы справиться с этой проблемой что человек он видит у себя эту проблему потому что включается в эту болезнь тот факт что человек отрицает отрицание является подтверждением поэтому это уже в крайнем случае когда уже знаете должно быть очень плохо чтобы человек начал это в этом признаваться когда он ищет где-то помощи в интернете это супер это вообще подвиг я очень уважаю людей которые признают свои слабость и спрашивают как не с этим справиться потому что посмотрите наши проблемы с головой как их не включить что есть нам жизнь не складывается мы мало зарабатываем потому что у нас там нету в мудрости для этой цели правильных решений и дело не в образовании высоком в том что вот такой или другой сильнее вот там родился не это у нас когда есть 20 лет мы сами приобретаем знания мы решаем бизнесу можно научиться в несколько месяцев можно его совершенствовать потом всю жизнь но любой профессии профессии бизнесмена что делать деньгами как открыть свою деятельность там какую компанию там это все можно сделать и учиться на своих ошибках можно интернет открыть и почитать об этом я уже намекаю посмотрите если проблемы с головой у нас не хватает мудрости мы принимаем неправильные решения то есть если проблемы в голове то ее лечится информацией посмотрите нам нужны знания информации у психолога но психиатра он дает уже химию назначает очень редко занимается психотерапией чаще всего психиатр он просто анализирует как вот вот наш мозг работает и может подобрать определенные химические вещества которые может необходимы в каком-то случае но психологи разные тренеры люди духовные наши наставники все пользуются информацией для того чтобы мы научились лучше жить какой вывод во первых нам нужно просто читать быть человеком который читает что-нибудь даже по интернету может еще не бумажную книгу то просто мы можем читать время от времени не просто отрывки кусочки информации это как по интернету мы прочитали два-три предложения и побежали дальше побежали дальше вообще не думаем мы не можем анализировать какого-то более длинного текста вы прочитаете страницу если уже то вам будет скучно вы будете бегать мыслями по другим там заботах и так далее иногда человек страницу почитал вообще не помню что он почитал зачем тогда нужно будет читать понемногу страницу анализировать что я прочитал какая мне мысль здесь понадобилась то есть мы должны искать чего-то в этом тексте если я беру книгу я должен знать зачем я эту страницу хочу прочитать из этой книги чего я ищу обычно значит у меня появляются с вашей помощью вопросы интересно я читаю комментарии у меня появляются новые интересные мысли когда появляется вопрос тогда я знаю я могу искать ответа мне стату становится интересным когда вот здесь значит я многие вот раньше темы уже усваивал некоторыми как-то можно вспомнить что-то что-то добавить почитать пообщаться с кем-то а вот есть такие темы впереди которые я точно буду еще рассматривать например менопауза вот кто-то мне сказал два-три человека мне об этом уже сказал но я не надо изучить вот эту тему это интересно это касается многих женщин мужчин тоже касается в семейной жизни но поэтому я не могу ничего сказать пока я не почитаю об этом я почитаю в разных источник которые я буду считать авторитетными но вот разных скажем я с удовольствием скажем читаю но тоже иногда слушаю просто с удовольствием слушаю например доклады материалы на youtube я даже на человека не обязательно смотрю но когда этот доклад это знаете не монтаж это не чтение книги тоже а вот доклад когда человеком аргументирует различная там есть его она из не слышим это что человеком вслух размышляет поэтому здесь мне нравится это мое эфире когда человек он не читает текст а говорит рассуждает из того что у него в голове есть и это приятно слушать еще человека что-то есть голове конечно еще он умеет понимает тему умеет тоже более-менее логичным образом это разъяснить но таких у нас специалистов по интернету не то что полно но они есть мы можем в любой области их найти себе послушать посмотрите первый факт что нам нужно читать что-то время от времени хотя бы страницу почитать это первое что человек должен делать чтобы его голова поправлялась чтобы она там возвращалась здорово это не а сколько читать сколько мне месяц три что читать эту страницу в книгу лика всю жизнь нам нужно от вопросов не должно быть это мы как и кушаем так и читать должны каждого дня и посмотрите читать с вопросом чего я там ищу себе какую изюминку откуда не нужен ответ на какой вопрос должно быть хотя бы немного целонаправленно я не просто хочу прочесть и количество букв в предложении закрыть страницу завтра продолжу дело не в этом нужно об этом размышлять что там есть интересного полезного должны мы как-то вывод сделать высасывать вот это пережевать информацию дело не в количестве а в эффективности если я узнаю что я могу с этой информацией сделать как где она полезна иногда это интересная информация иногда одно предложение которое я весь день о нем думаю какая-то ассоциация у меня какой-то наглядный пример метафор второй важный момент посмотрите это важность того что мы читаем каждого дня или какую информацию на приобретаем посмотрите есть несколько областей жизни где мы должны использовать такой принцип мы должны разделать наши дела чтение друзей планы на три ящика ящик где находится все самые важны для меня ящик по серединке важные и 3 ящик то что желательно и есть такой способ вы знаете сидите еще человека много бумаг он с бумагами работает вот это его работа он должен 3 таких ящика поставить пересмотреть каждое письмо это может быть какой-то предприниматель и но деловой человек у него все на бумагах письма письма и так далее он должен взять каждое письмо открыл посмотрел самое важно открыл посмотрел важно это желательно сделать и вот так распределает человек на каждый день все свои дела это можно делать бумажном виде форме плана вот три места 3 но под заголовки такие скажем самый важный важный желательно я читал о таком человеке я у него это узнал это было уже давно и он причем по моему был в Великобритании это был такой разъездной надзиратель который по моему 60-х годах ну короче вот это была история одного человека и он был очень занят он очень-очень много путешествовал и делал очень много одновременно всякие работы судебные там и так далее как юристы суды и он когда сказал вот этот принцип что он каждый день распределает новое задание поступали старые распределает три ящика самое важное важно и желательно и как результат его спрашивали он говорит к третьему ящику я еще никогда не добрался мне очень это понравилось но зато он всегда самое важное дело и важно а третий ящик желательно ладно когда кого-то там обидел кому-то не отвечу но это из области мало важно где вот так нужно распределять мудро свои дела и знаете этот принцип мне понравился если речь идет о том что я читаю и в интернете и в книгах есть множество интересной информации есть множество важной есть самая важная информация то есть то что мне необходимо знать то что мне поможет сегодня прожить правильно этот день я должен думать об этом что мне нужно сегодня почитать в чем я нуждаюсь из этого нужно начинать день потом читать то что важно все важно тоже надо прочитать а есть множество информации из области но это интересно это жива чем я бы хотел это знать но я бы хочу много чего хочется знаете в жизни куда-то поехать так далее и когда-нибудь мы это будем реализовать но пусть это будет в третьем ящике если я выполню самое важное и важное когда останется время я займусь тем что жива чем то что интересно еще тоже могу этим позаниматься когда я иногда читал журналы духовного характера литературу когда я открываю знаете я выбираю сразу самые для меня важные темы которые мне необходимо усвоить потому что если я этот журнал не прочитаю до конца понимаете сейчас я начну с первой статьи читать весь журнал то бывает так я начну и на половине остановлюсь и куда-то я забыл потом не прочитал вообще весь материал а оказывается самое нужно для меня станция находилась в конце поэтому я выборочно это делаю я не читаю от корочки в корочки я просто выбираю то что мне самое важное вот это у меня касается я должен внимательно сперва это прочитать и усвоить а потом уже можно о бабочках о путешествиях что-то еще читать когда свободное время есть и вы знаете по такому принципу нужно себе назначить какая книга для меня сама важно что будет для меня основа и когда я просыпаюсь и от этого начинаю кофе на глаза открылись там ну можно там чуть-чуть там посмотреть сообщения но на самом деле это важно чтобы сначала читать то что самое важное для меня это библия и читаю несколько лет каждое утро 1-2 главы какой-то небольшой разбор размышления текстах это самое важное потом мы можем в интернете потому что там тоже много текста которого мы читаем уже смотреть то что интересно то что поступает отвечать на сообщения по нашему усмотрению когда мы сделали самое важное мы можем делать тогда знаете все остальное так что чтение посмотрите таким образом мы должны планировать нашу жизнь если мы не планируем у нас ничего не получится есть люди которые когда меня слушают они читают многие книги они с удовольствием читают они научились читать им родители когда их воспитывали приучили к чтению а моя жена она так выросла она выросла она с утра ей не с утра а с детства отец ей читал по вечерам она очень быстро научилась говорить и сразу научилась очень быстро читать самостоятельно у ней появилась любовь к чтению читать детям это очень очень важно чтобы они вообще слушали когда читают ребенку родители любимый человек читает самый важный для ребенка читает ему по вечерям еще представляет получает удовольствие этот человек он обязательно будет тоже очень много читать в жизни и это смотрите очень важно хотите помочь вашим детям чтобы у них была мудрость не просто образование такое насильно сделано который человек вообще потом ничего толку от него нет чтобы человек с удовольствием сам читал находил информацию удовольствие получало чтение книги ему нужно читать по вечерам каждый ребенку чтобы он когда даже если говорить не мог он слышал информацию какие-то сказки рассказы смотрите и потом такой человек как моя жена она в детстве в школьные годы там тоже принуждала себе к учебе как каждый нам это не нравится выполнять обязанности книги она развлекалась таким образом ее родители даже запрещали читать некоторые книги потому что слишком много времени потрачу она шла там ванну закрывалась читала книги какие-то там приключения не знаю там а у меня такого не было у меня такого воспитания не было я несколько книг почитала в школьном возрасте ну не знаю сколько может больше я не помню точно но не много я себе заставлял но были иногда очень интересные книги которые понравились мне но немного на самом деле и потом когда я стал уже над собой сам работать я начал читать не потому что у меня есть привычка и мне хорошо получается мне медленно но я просто знал что это нужно мне делать и постепенно постепенно я приучился себе чтению к регулярному чтению к изучению потому что бы научиться делать выводы из материала очень важно слушать с пониманием информации когда мы что-нибудь слушаем не просто так чтобы выслушать и все мы должны извлекать тебе что-то задавать вопросы вот лечится нас так наша голова тогда когда мы усваиваем информацию она у нас есть знаете не просто весь материал можно выучить каю книгу материал статью можно выучить на сделать ничего мне не по нет нет не понимать то есть мы должны постоянно когда и поступает новая информация мы прочитали мы должны искать причина почему это так а откуда это так а что будет еще нет нужно собрать себе задавать вопросы и отвечать на них думать о применении закрыть материал и разъяснить другому человеку своими словами смотрите почему я так делаю вот это эфире они много раз повторяли начал видеоролики делать потому что мне это полезно я о чем-то читаю вещи я сумею это разъяснить другому человеку значит я это усвою кроме этого знаете что когда я об этом говорю другим я не хочу быть вот обманщик лицемерием я тоже должен это делать мне все конечно получается на сто процентов но много из того что я говорю я делаю просто я по-честному даже когда говорю а не делал я после этого эфира иногда после тренинга если я что-то кому-то говорю я пытаюсь сам это применить в своей жизни чтобы было иметь свободу речи чтобы люди не доверяют чтобы не было так что я просто учу других того чего я не делал у нас таких учителей полно врачей которые курят учителей которые сами толком чего-то не понимают а просто повторяют книгу а может чего-то история чего-то вообще они сами лично не изучили не разбираются в этом очень важно не просто количество знаний а их понимание как применить то есть смотрите когда уже мы взрослые люди мы должны приобретать знания практичны то что мне нужно в жизни зачем мне учиться многие годы того чего я не буду применять поэтому высшее образование оно не всегда будет практичным мне очень нравится знаете короткие курсы я своей взрослой жизни я был на нескольких курсов а то две недели три дня разные курсы это очень интересно ты приобретаешь иногда новый какую-то навык я был на курсах там менеджера торговый представитель там очень много интересной информации на счет общения с людьми кем они являются как вести диалог чтобы что-то там продать завести подружиться с человеком это очень эффективные современные разные курсы такие тренинги где не надо годами учиться чтобы там улучшить свою финансовую деятельность работу я просто ходил на два дни тренинга которые мне там были нужны и можно было знаете самому какой-то раскручивать бизнес когда мы чего-то не знаем знаете в интернете на ютубе все есть пожалуйста если мы только готовы учиться у нас полно информации смотрим однако какой-то вопрос появился открываем ищем слушаем анализируем не этот человек другого другого послушаем тот что то не то говорить не подходит нам слушаем другого то то есть это эффективно когда я знаю мне сегодня нужно на рабочей или в семье или в личной жизни у меня проблема вот такая такая тогда я об этом читаю я об этом с людьми разговариваю тогда человек он удовлетворяет свои эмоциональные духовные потребности умственные потребности когда он заполняет вот пустоту который у него он почувствовал что он что-то у него не домогает в чем-то но посмотрите еще один важный шаг нам нужно делать самоанализ быть честными и что вот я вот чего-то не знаю я в этом плохо например на рабочей не справляюсь потому что плохо вот эту область знаю мне надо об этом почитать и я чего-то не делаю в жизни потому что я не умею не знаю мне нужно поразговать поговорить с людьми которые это делают то есть если человек он увидит в себе проблему он это первый шаг чтобы лечить голову а что для этого нужно знаете чтобы расти и развиваться иметь здоровый голову учиться спрашивать читать нужно иметь хорошее сердце тоже сердце какое-то есть смирение когда человек он не притворяется что чего-то не знает он может сказать я об этом не читаю я этого не знаю я этого не умею ты умеешь расскажи мне как это если ты такой умный помоги мне я тоже так хочу если вы подойдете скажите какому-нибудь специалисту за научение вот я тоже хочу так как ты знаете каждый специалист а какой-то эксперт какой-то область он поделится с вами знанием потому что мало из людей которые искренне чем-то интересуются спрашиваются спрашивают есть как всегда какие-то взрослые люди опытные которые хотят которых есть знаете опыт и им нравится когда человек входит в роль ученика и спрашивает помоги меня я вот этого не умею я хочу научиться и многие помогут вам тоже бесплатно потому что приятно когда есть люди которые хотят чему-то учиться это смысл нашей жизни мы сами учимся и все что я знаю я должен передать другим я когда-то понял это последние слова иисуса когда он был на земле он сказал идите делайте учеников из всех людей со всех народов учите их всего того что вот я научил вас а я буду с нам да и знаете вот смысл на меня вот как будто там такая принцип она пошел для меня понятны все что я узнал я должен передать другие ну конечно все полезно то есть я понял понимаю что со психов вообще есть я чего-то и достиг жизни есть я например не развелся мой враг не распался я должен в этом помочь другим это знание которое я могу дать другим еще я научился что-то делать то некоторые знаете нет нет я не хочу чтобы в этой области у меня была конкуренция и на иммиграции есть такие специалисты по каким-то знаете технологиям штукатурка например в англии есть такая специально это не такая как в европе как в россии в польше шпахловка а есть такой с глиной такая коричневая и это специально нужно знаете инструкции умение практики это их такая народная технология и не все это умеют я встречу людей потому что это дорого стоит умение такое не делать которые не с ними не продают не не рассказывают своих секретов ну а у меня был один друг который мне рассказывал поделился смотрите есть люди которые они не себе сохраняют они хотят быть экспертами хотят зарабатывать больше затем я буду делиться и создавать себе конкуренцию это неправильное мышление я вот полностью считаю это неправильно да пусть другой человек помоложе меня работает так как я лучше чем я пусть зарабатывают пусть его дети радуются любые знания которые у нас есть мне должны их сохранять себе вот это преступление тугре если я что-то умею делать и знаю как я чему-то научился я должен этом противиться другим я считаю это нашей обязанностью и это касается работы духовной эмоциональной любых вот облачей нашей жизни все что я умею как можно быстрее нужно передать другим я вам скажу когда то я делал доклады регулярно и когда я этим полностью занимался как сегодня примерно да у меня были такие мыши я вот за это взялся а как вот что буду я говорить через на месяц два когда я все что знаю скажу сегодня было время что я пытался как-то экономич расчет делать будет что-то готовить на будущее чтобы был программ а потом думаю зачем это а может я не доживу два месяца зачем мне думать что я буду делать через два месяца тогда появятся новые знания новые опыты я новое что-то прочитаю я решил все что знаю говорить сразу сегодня поэтому вам тоже могут как рекомендую я сам вот как сейчас я хочу прямо всем поделиться все а вдруг меня завтра не будет зачем мне это знание зачем я опыт который появился только у меня когда опыт когда я знания применил это тоже ценное такое знаете то что у меня есть потому что книги это одно а вот как я на практике вот эту же вот это только человек может рассказать который прошел какой-то путь и я уверен многие из вас прошли многое в жизни в разных областях жизни многие из вас добились чего-то нужно об этом говорить другим конечно не навязывать люди должны быть охотно слушать но есть есть такие и спрашивать это супер я таких людей уважаю которые хотят учиться они признаются в том что они чего-то не знают смотрите всегда если человек он дальше хочет растить и быть мудрее и мудрее то он должен чувствовать и постоянно учеником другие умнее меня когда они говорят я его слушаю неважно ему 15 сколько что он там прочитала когда рассказываете интересно нужно слушать это уже когда я буду чувствовать себя учителем смотрите на его сверху я ничего не услышу ничего не поменяюсь я буду только критиковать каждое его предложение чего мудрее там не увижу потому что я умнее ты что ты будешь мне говорить тебе сколько вы вот с таким настроем мы будем стоять на месте это как минимум или мы пойдем назад наша жизнь будет только ухудшаться когда мы других ставим выше себя когда мы проверяем смирение в себя мы готовы учиться у разных людей когда мы читаем книгу это не значит что все нужно применить в жизни нет но все нужно брать поднимание и выслушать задуматься не каждый совет надо прямо вот да я обязательно так желание мы можем всех высушать и сделать по-своему сделать какой-то вывод из того что мы знаем и применить по-своему не обязательно копировать других наоборот я даже считаю что мы должны искать в другой деятельности свой собственный подход свой индивидуальный способ на то чтобы сделать вот это правильно когда мы выводы делаем информации не тупо повторяем то что другие делают чтобы добиться таких же результатов а когда у нас этот индивидуальный подход мы должны быть смелыми в этом отношении посмотрите сколько вот важных моментов чтение чтобы голову лечить нужно хорошее сердце нужно смирение чтобы ставить других выше себя и быть готовым признаваться слушать ноты кто-то тебе сделать замечание а мы начинаем оправдываться это у нас такой рефлекс потому что это задевает нашу нашу самооценку то есть как будто вот он умнее а я дурак это у нас всегда рефлекс есть начинать выкручиваться не когда мы чувствуем это давайте говорить внутри стоп а зачем мне это ты мне что-то обращаю внимание хорошо спасибо давай рассказывай а послушаю как ты об этом думаешь может и желаю так как ты мне советую всегда нужно слушать быть готовым посмотреть с точки зрения другого человека меч смирение я еще хочу исправить свою жизнь разные проблемы даже такие как и депрессия как алкоголизм это проблемы нашей головы люди ждут что они таблетку скушать я буду и капельки попью например от алкогола и я могу поправиться это невозможно потому что проблема в голове человек стал употреблять справаться со своими эмоциональным проблемам при помощи каких-то внешних химических этих средств как какого никоты наркотики потому что был эмоционально не справлю не справлялся и решил таким очень простым путем это делать это было и в неправильное решение и потом формируется много ошибочного умышлению таких людей нужно лечить и это дело не проблема знаете в чем в том чтобы человек бросил печь многие вот так думать это не проблема каждый алкоголик каждый наркоман он может завязать перестать иногда потому что у него уже внутренности ему не продал не позволяют продолжать я не тогда заканчивать выходят из запоя завязываю а потом развязывать проходит время просто они не умеют не возвращаться к этому но смотрите суть не в том чтобы он себя закодировал человек он принудил себя к такому образу жизни вот я вам коротко еще хочу рассказать вот этот основной принцип человека который находится в зависимости это двойное я и вот этот момент где он регулирует свое настроение при помощи алкоголя есть люди которые не справляются со своими эмоциями он не умеет выражать эмоции переживать их и смотрите как это проявляется вы заметили что все алкоголики то есть человек когда пьет нормальный он не меняется его личность он такой же а я когда человек он мрачный а потом он такой общительный вот этих людей очень опасно потребовать алкогол он лечит себе он себя регулирует алкоголом или он такой сжатый а потом свободный или он свободный и он не умеет плакать он всегда шутит а когда выпьет он начинает быть мрачный грустный он плачет вот разные вот эти крайне когда замечается под влиянием алкоголя дверать на разных личностей противоположные это симптомы того что человек он скорее всего или уезжает зависимости и он на прямом пути и для него очень опасно дальше продолжать использовать вот эту алкоголь ситуация будет только ухудшаться он будет все более агрессивно когда пьет скажем и очень хороший очень добрый золотой человек он такой добрый когда не пьет ну конечно золотые руки он очень трудолюбивый когда не пьет а потом все заканчивается смотрите две крайних личности у человека он с чем-то не справляется научить люди так справляются со своими трудностями некоторые публичные выступления тоже на них нужно было делать на работе они начали употреблять у них смелость появилась на свадьбе научились дистанцевать девушки там познакомили вот свою зажатошь они будут так расслабляли и потом это продолжается всю жизнь и получается зависимый посмотрите сейчас когда человеком завязывать перестает употреблять алкоголь получается вот если он был здесь печальный а тут веселый там перестал употреблять и остался только печальный только одна личность осталась как он долго выдержит в таком состоянии он не умеет выражать своих эмоций пережить того что внутри происходит он умеет жизни радоваться поэтому потом который закодыривался мужчина или он просто завязал и не пьет больше с ними выносимо жить у него он все его раздражает он не может найти радующих жизни он одинок никто его не понимает потому что он вот раздался вот только осталась одна крайняя личность это вот раз двойное вот я у этого человека поэтому после того как человек завязал он должен начать лечить свою голову и это не один месяц а иногда не один год чтобы вот он объединил две этих личности и стал один вот без алкоголя он умеет и радоваться и плакать и этого потом нужно несколько лет учиться и узнавать о себе самым общаться с другими людьми специалистами с похожими на себя читать делать самоанализ и учиться кому-то плакать а кому-то учиться танцевать без алкоголя для того чтобы уметь выражать свои чувства так что вот суть не вот в этом видите лекарстве а в том что происходит в голове чтобы вот появился этот человек посерединке а он вот получается это разделение когда человек он пытается найти такое лекарство на свои эмоциональные трудности ну что ж мне кажется это интересным если вам тоже это интересно говорите пишите я буду с удовольствием вам больше рассказывал об этой проблеме она очень сложная самом деле это не просто лекарство пошло не просто поскольку походил на какие-то встречи перестал употреблять перестать употреблять алкоголь это первый шаг признаться в том что я алкоголик это первый шаг смотрите когда держишь шаг в анонимных алкоголиков знаете в чем заключается в том что человек он признает свое бассида что я не справляю с этим алкоголом я ничего не в состоянии справиться с этой проблемой я слабее ее то есть вот это есть человек он признает что вот эта проблема алкоголь она сильнее меня я чип потерял контроль я сам с этим не справлюсь это первый шаг в анонимных алкоголиков поэтому человек он должен увидеть что он нуждается в силе больше его самого это или группа людей или бог еще он верит кто-то больше него он нуждается в боге потому что сам с этим не справляется и тогда человек начинает обращаться искать помощь искать помощи в группе людей у специалисты потому что сам не справляется это первый такой шаг он должен смиренно признаться что вот к сожалению я во многих облачах специалист а вот в этом это не мое мне нужно заканчивать но дело не в том чтобы просто перестать употреблять многие думают что это только то первый шаг а потом только начинается работа со своим головой мне приятно что вы сегодня присутствовали я смотрел у нас было понад 120 человек на фейсбуке очень приятно что вы были на и стреляне скромно я не знаю что с вами делать это так еще и будет еще раз спасибо всем кто присутствовал что вы посвящаете время меня это заставляет думать готовиться и вы знаете я вам честно скажу когда вот я занят так такими размышлениями моя жизнь имеет смысл я чувствую себя прекрасно я чувствую что я как-то живу внутри не просто так живу и существую кушаю работаю я знаю как выглядит такой образ жизни нам нужно искать такой способности знаете чтобы наша жизнь была осмысленно что было много того что мы делаем что не такую высшую ценность вот я смотрел такое кино не так давно знаете исторические и там когда вообще появились книги и когда люди еще не умели читать это было времена рейд цирей там царства разные когда королевство появилось европы интересно там и там для этих всех барваров было удивительно как можно читать знаете рисунки и звуки там и так далее и это было знаете это было такое ценность то человек который не умеет читать и писать он просто исчезнет в истории по нему ничего след не останется могут могут про него рассказывать но если никто этого не запишет это просто исчезнет забудут это мне понравилось это интересная мысль что человек он должен делать что-то такое чтобы оставалось после него какой-то след но дело не в том чтобы знание построить это тоже неплохо конечно но когда мы вносим что-то вот в жизнь людей считаю это самое ценное когда мы помогаем в том чтобы им хотелось жить чтобы они жили мудрее чтобы они дружили с головой которая болит это это самое важное когда мы делаем сами это не помогают другим людям я подчеркну самое лучшее что я нашел в моей жизни это была библия изучение этой книги не перестает быть самым удивительным конечно с удовольствием читаю и слушаю другие материалы но вот это приносит самый лучший результат удивительно что люди это не занимаются она так доступна сегодня а многие не пытаются читать если у кого-то возникает трудность хочет понять эту библию что там как ее открывать где ее читать из чего начинать напишите мне я вот с удовольствием посвящу время и буду помогать тем кто хочет глубже познакомиться с библией это очень практично это это лучшее что можно делать в жизни доброй ночи мои друзья и до завтра вечера